Сергей Ананка спасателем работает уже 15 лет. До этого был военным. Говорит, защищать Родину и спасать людей одно и то же. Быстро надуть лодку, правильно просчитать ее вместимость. Организовать перекачку воды Сергей может за считанные секунды. Привык делать все быстро, так как времени в критической ситуации совсем мало. Каждый год в конце апреля он со своей бригадой поисково-спасательного отряда готовится к паводкам, поскольку ежегодно есть угроза подтопления жилых районов. С наступления в городе угрозы паводка ситуации в отряде происходит подготовка автомобилей к применению их по данному предназначению. Соответственно, мы выделяем по приказу у нас два автомобиля дежурных, мы подготавливаем плавсредства. Мы здесь снимаем это все, подкачиваем лодки, мы, в принципе, готовы уже к применению. Командно-штабная тренировка по паводку проводится каждый год в 10-х числах апреля. В конце месяца начинается сброс воды на гидроэлектростанции. Ее уровень поднимается до отметки 31 метр и выше. В это время поисково-спасательные отряды Самары дежурят усиленно. В зоне повышенной опасности Куйбышевские и железнодорожные районы. В первом много небольших рек, которые разливаются всегда в разном масштабе. Во втором река Самара стабильно подтапливает жилые дома и участки. Первый заместитель главы городского округа Самары Владимир Василенко лично проверил готовность к паводку в жилом районе Волгарь. На сегодняшний день по паводкам у нас ситуация сама по себе, она не вызывает тревоги. Если говорить по Волге, то ситуация по сбросу и это, она сегодня спокойна. По малым рекам здесь, по Самаре она в меньшей степени. Всегда есть замыленный глаз и всегда точно нужно понимать, как действует система гражданской обороны при ситуации паводков. В прошлом году из-за пандемии коронавируса подготовка к паводкам была дистанционной. В 2021-м она стала масштабнее. Появилась новая техника, закупленная по муниципальной программе пожарной безопасности городского округа Самара. С каждым годом парк обновляется и открывает новые возможности для реагирования при чрезвычайной ситуации. Парк укомплектован для выполнения задач, которые возложены на поисково-спасательный отряд. Личный состав готов, техникой и экипировкой полностью оснащен. На сегодняшний день уровень прохождения паводка на 3 метра меньше, чем в прошлом году. Но воды в Куйбышевском водохранилище очень много, поэтому и сброс будет проходить в усиленном режиме. Пока спасатели прогнозируют, что максимальная отметка паводка в Самаре не превысит 31,5 метра. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Николай Сидоров. События.